Возможно, вы не смотрите порнографию, вы победили этот грех, он вас не преследует. Возможно, что вы далеки в мыслях своих от каких-то похотливых вещей, связанных с сексуальными вещами. Но, возможно, вы просто любите хорошо покушать больше, чем нужно. И это тоже похоть. Или же вы любите поспать. Это тоже похоть. Или же вы любите комфорт. И это тоже похоть. Моя заинтересованность в моем удовлетворении. Все, других принципов в жизни нет. Те, кто записывает, отметьте себе. Моя заинтересованность в моем удовлетворении. И абсолютно все сегодня направлено для реализации этого принципа. Сама природа существования порождает этот принцип. Есть я, есть мои чувства, есть мои желания. И все должно работать на то, чтобы я был этим всем довольным. Похоть – это всякое желание, которое вопреки Божьему учению. У нас есть Евангелие Господа Иисуса Христа. Любое, что противоречит Его учению, любое желание или действие, которое мы хотим делать, или любая навязчивая идея, вопреки учению Христа, – это похоть, которая нас вводит в искушение. И дьявол использует эти вещи для обмана верующих. Похоть же, зачавши, рождает грех. Итак, когда человек начинает в сердце своем и в разуме вынашивать определенное желание или определенную идею, и если это вопреки учению Христа, это становится похотью, соблазном и искушением для Него. Продолжение следует...